Всем привет дорогие друзья, с вами канал Игрополка и сегодня мы будем играть в настольную игру Мэджести Твоя Корона, Твое Королевство. Это красочная, несложная и интересная настольная игра. Мы в ней будем выступать в качестве правителей своих королевств и у каждого игрока есть по королевству. Стоит отметить, что мы играем вчетвером, сама игра рассчитана на 2-4 человек. Мы играем вчетвером, у нас подрос наш четвертый игрок, ему 5,5 лет. Олев, скажи привет. Привет. И он проявляет желание и интересы играть с нами и мы не можем игнорировать такой факт. Посмотрим, какая получится у нас партия. Итак, у каждого игрока есть по королевству. Королевство состоит из 8 карт. Каждая карта это отдельное здание в нашем королевстве. Есть мельница, пивоварня, ведьмин дом, сторожевая башня, казармы, трактир, замок и лазарет. К слову, мне очень нравится внешний вид. То есть нарисовано все красочно. И все сделано так, что каждая карта переходит в соседнюю. То есть у нас все 8 карт, соединенные вместе, образуют собой единую картину. Наше единое королевство. Далее нам нужно взять вот такие карты с изображениями миплами по количеству игроков. Нас играет четверо. Мы их замешиваем. И я сейчас сдам всем игрокам. И одна карта здесь с красным рыцарем. И она достается Ане. Это первый игрок. Лев это твоя карта. Миша твоя здесь будет. Моя здесь. Есть у нас миплы. Это будут наши рабочие. И каждому мы выдаем по 5. Держи, Лев, себе 5. И мне 5. Собственно, сколько у нас делений на карте. На каждой мы выкладываем по одному миплу. Вот эти жетоны это монеты. Это богатство. И цель в игре стать самым богатым. А монеты мы будем получать за наим подданных в наше королевство. И давайте отличимся. На них есть две колоды. Колода с цифрой 2 и колода с цифрой 1. Колоду с цифрой 2 мы просто перемешиваем и выкладываем в центр стола. А колода с цифрой 1 мы берем количество карт в зависимости от количества игроков. При игре вчетвером это 26 карт. Перемешиваем их и кладем сверху колоды номер 2. И таким образом у нас получается колода подданных. Это наш, ну не рынок, биржа труда. И открываем 6 верхних карт. Вот, собственно, наши подданные. И мы будем в процессе игры нанимать их и заселять в наше сооружение и применять определенные свойства. В зависимости от этих свойств мы будем получать монеты. В зависимости от комбинации свойств. И в конце игры еще будут дополнительные очки за разнообразие наших подданных и за их количество. Ну что ж, Аня, начинай. В свой ход игрок берет подданного с рынка, размещает его в соответствующем сооружении. Каждый подданный идет только в свое здание. И эти здания, они все помечены к слову, инфографика очень понятная, читаемая, никаких проблем нет. Итак, первый подданный, самый левый, он бесплатный. Да, вот я взяла бесплатную королеву. И королева, здесь написано, что каждая королева дает, во-первых, 5 монет и дает одного рабочего. На карте может находиться максимум 5 рабочих, поэтому в конце хода мы лишнего сдаем. Но не просто так, а за победные очки. Ты сдаешь мне лишнего и получаешь монеты, победные очки, неважно. И выкладываем шестого. Мы под часовой, против часовой. Да, пустили левочку ходу с того. Ну давайте против часовой, чтобы дети ходили пораньше. Выбирай их. Ты берешь кого, и ты помнишь правила. За все нужно заплатить. За все надо платить. Лев. Сколько? Нет, во-первых, давай положим, здесь сколько ведьм у нас? Одну, две. Вот и бери ту, которая ближе, правильно? На каждую мы кладем мипла. Да, вот на первую. Три, все верно, три, раз, два. Первый берется бесплатно, а каждая последующая карта вы должны выставить рабочего, чтобы взять карту. Ты берешь ведьму, выкладывая ведьму. А ведьму только не надо. Применяем сначала верхнее свойство. Ведьма не воевает. Нет, ведьма не воюет. Не воюет? Ага, все. А ее нельзя воевать. Ее нельзя воевать, верно? У каждой карты есть, вернее, здесь у четырех зданий есть по два свойства. Это ведьма, сторожевая башня, казарма и лазарет. У лазарета в конце игры, если у вас здесь будут карты, это мы будем получать штраф. А ведьма, первое свойство, исцелите верхнюю карту. Если бы у нас было в лазарете кто-то, мы бы увеличили. А второе свойство, это каждая ведьма приносит два победных очка. На, держи. Каждая карта крестьянки, пивовары и ведьмы. Но пока у нас одна ведьма. Миша, ходи. Я беру крестьянку. Рабочие здесь сами по себе не восстанавливаются. Вы их можете получить только взяв карту или с помощью соответствующих свойств. Итак, ты взял крестьянку и ты получаешь просто два очка за каждую крестьянку. Держи. Я хожу, да? Нет, пока папа ходит, Левочка. И я возьму, пожалуй, давайте я возьму вот эту, сторожевую башню. Сторожевая башня, здесь написано защита, она будет защищать меня от нападения. И я получаю два победных очка за каждого стражника, рыцаря и трактирщика. Но пока у меня только стражник. Вот этих двух лишних я возвращаю и получаю два победных очка. Ходи, Аня. Так, я тоже хочу взять себе стражника. Бери. И я получаю два очка. Открывай. И лишнюю сдавай. Так. На. Это тебе за лишнюю. Лева. Твой ход. Я могу взять пивовара. Пивовара? Не хватает тебе. Ну возьми себе трактирщика, если хочешь. Только не забудь положить. Но надо заплатить. Раз, два. Ну только у меня одна вода. Класс. Он тебе даст сейчас четыре очка. А теперь все, у кого пивовары есть в королевстве, получают три победных очка. Но ни у кого пивоваров нет. Ходи, Миш. Ну попозже накопим. Раз, два. Ты берешь пивовара. Миша, каждый пивовар в твоем королевстве дает тебе два победных очка и рабочего. А теперь каждый игрок, у кого в королевстве есть крестьянка, получает два победных очка. Миш, такой ты один, да? Да. Это опять Миша. Держи. Подожди, Миша, подожди. После Мишеньки ходит папа. Раз, два. Я возьму себе королеву. Поправим чуть-чуть. Получаю пять победных очков и... Да. Нет, нет, все правильно. Там так и должно лежать. Ходи. Так, там кто? Крестьянка и ведьма. Крестьянка, ведьма, пивовары, трактирщик и... Давайте дойду до пивовара. Раз, два. А что ты сейчас хочешь? Берешь пивовара. Лёв, ты тоже хотел пивовары? Да, мне только две надо. Ты там вздыхаешь? А у тебя и вообще нету. Подожди, тебе два очка. А я пусть я это еще возьму. Хорошо, возьми. И вот эту. И теперь все, у кого есть крестьянки, получают два очка. А это, Миш, ты один, да? Держи. Твой ход. Ты берешь крестьянку, бери. Он какой-то очень... Получаешь четырех рабочих с крестьянки. И теперь получаешь два очка за каждую крестьянку в твоем королевстве. Так, все? Да. И пивовар. Потом пивовар. У тебя есть план, да? Ты хочешь пивовара потом взять? А он бесплатный. Так же. Ну, сейчас папа, наверное, задерет, если он бесплатный. Нет. Папа, каждый факт. Папа, только не пивовара. Подожди. Миш, исцелять и некого, каждый... Ведьма работает так. Итак, крестьянка дает два очка за каждую крестьянку. Пивовар мы выяснили. Два очка за каждого пивовара плюс рабочего за каждого пивовара. И все, у кого есть крестьянки, получают по два очка. Ведьма работает так, что за каждую крестьянку, пивовара и ведьму два очка. А у тебя крестьянка, пивовар и ведьма. Итого, Миша, давай мне 4 6 должно быть у него? Да, 4, я тебе 10 4? Дай мне 4, я тебе 10 Да Вот так Не 4 монеты, а 4 номинала Сдаешь лишних 3? Ого, подкопил Так, я же после Миши хожу Да Я заберу, конечно, бесплатного пивовара Ребенок требует Сейчас еще подвинется, не переживай Не переживай Так, подождите Я получаю рабочего 2 очка Все, у кого есть крестьяне У меня нет, у Левочки есть крестьяне Лев, держи Бери скорее денежку А я возьму бесплатного трактирщика Я поменяю Открою свой трактир, 4 балла мне Все, у кого есть пивовары Это у меня По 3 3 тебе 3 Тебе 3 мне Ты открыл, Лев? Да Давай приняем Бери теперь Бери твой ход Теперь рядом у тебя где-то совсем близко пивовар есть Бери Только один и пивовар Итак, на тебе 2 очка за пивовара На тебе рабочего за пивовара Теперь все, у кого есть крестьянки Это ты и ты Чувствуешь? У нас папы нет крестьянка У нас папы нет крестьянка Да я вот пойду возьму крестьянку Пора уже взять, да А то он больше денег приносит А, ты точно Ходи Ты уже потянулся Ааа, Миша какой Итак, ты берешь воина И когда игрок берет казармы Воина в казармы рыцаря Он по очереди атакует всех за игровым столом У нас очередь против часовой идет, правильно? Если у игрока есть защитники И их количество равно или больше Количество рыцарей То он защищается Я защитился Защитился Лев Нет Лев отправляет крайнюю свою левую карту в лазарет А я ее могу вылечить? В следующий раз когда возьмешь ведьму? Миша, получаешь 3 очка за воина Может вылечить Нет, первая не может Миша получает очки не за того Сколько он в лазарет Кого отправил или нет А просто за карту воина Я хожу Да Я беру крестьянку Там мимо меня уходит Очень большое количество денег Итак, 2 очка за крестьянку Одного лишнего возвращаю И одну беру И я поменяю Давай, 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 поставь Я тоже возьму крестьянку Все получают, а я нет Так, мне 2 очка Ты бабку ешку хочешь? Да, бери скорее А, это ведьма Ведьму и полечи Итак, когда игрок разыгрывает ведьму Первое, что он делает, да, он исцеляет А теперь мы считаем Каждая ведьма приносит 2 очка за крестьянку За пивовара и за ведьму У тебя 2 ведьмы, 1 пивовара и это 8 получается Дай мне 2, а я тебе 10 Да А еще есть, смотри 3 использованных его мипла Держи, 3 Я хайру? Да Игра продолжается до того момента Пока у каждого игрока не будет по 12 Карт Карт в каждом королевстве У меня 10 Кого ты взял? Королеву? У меня 5 На тебе 5 и мипла Ого, королева, это хорошо Надо бы себе королеву Я кладу раз, раз Беру королеву Получаю по 5 за каждую королеву Это 10 И по одному за каждую королеву Это 2 Так Недалеко Так, кто здесь самый у нас богатый мечты? Давайте я возьму еще крестьянку 1, 2, 3, 4, 5 На Так, еще 2 очка, пожалуйста Ты получаешь 4 очка По 2 за каждую крестьянку Держи Лева Может еще раз поменять сам Ты кого берешь? Пивовара Некоторые карты, они двухсторонние Да, ты пивовара берешь Итак, ты получаешь 2 очка за каждого пивовара А тут 1 И по одному за каждого пивовара Теперь все, у кого есть крестьянки По 2 очка Тебе Ура У меня есть тоже крестьянка Мне Тебе Сдай лишнее всего У Левы 3 лишних Лев, дай одну монетку На тебе 4 А ты мне одну сдачи Да нет, одну такую Коричневую Единичку, да Угу Ходи Что 2 В лазарет В лазарет Теперь по 3 очка за каждого рыцаря На тебе 10 Дай мне 4 Лев, тебе удалось посчитать 5? Давай, дружище 1 1 1 3 4 5 Держи Десятку Получай 2 очка Получай 2 очка 1 2 3 6 очков Ну пока Пока Видишь Нету Пока Возьми Себе А она трактира? Да Я пивовара Пивовара? Нет, нет, нет Я взяла не трактир Я взяла Сторожевую башню Ты пивовара Да Знаете Раз, два, три За каждого пивовара По два Раз, два, три За каждого пивовара По одному Теперь все У кого Крестьянки По два У тебя нет Я получаю Мне Тебе И теперь давай Своего лишнего Пять у него лишних? Раз, два, три Четыре, пять Я предлагаю вот эти поменять тоже Лёв, поменяй Нет? Ну смотри Давай Высчитай пять Я хожу? Да Пять штук нам посчитай Да, я у тебя тоже Доберу пять И выдели папе Вот так вот Я беру трактира Пап, смотри Он тебе выделил Он бесплатный был? Да Папа Папа Сам посчитай Миша Ты не подождал Когда я Я запутался Что десять Что два Что три Что четыре Что шесть Что семь На тебе десять Миша, ты взял кого? Трактирщика Четыре очка за трактирщика Теперь все, у кого есть пивовары По три У меня есть пивовар У меня есть пивовар На тебе И у Лёвы есть пивовар Лев, я тебе дам две вот так Дай мне одну рыженькую У тебя есть пивовар У меня есть пивовар И у меня есть пивовар И у тебя есть пивовар У меня опять башня Так Я хожу, да? Я возьму вот ее Получаю О, папа больше всего королев Я пять плачу, беру двадцать По пять за каждую королеву Пятнадцать и по одному за каждую королеву Я до королеву просто не дотянусь Вот смотри, Лев, кто тут пришел О, а есть еще ближе, видимо Я до нее дотянусь? Третье как раз надо Раз, два, три, да Дотянусь Итак, я ставлю ведьму Возвращаю из лазарета Крестьянку У меня за каждого пивовара крестьянку Раз, два, три, четыре Лев, ходи Левочка, твой ход Считай и выкладывай Неси давай, сколько ему нужно Раз, два, три, четыре И ведьмочка Воскрешай Воскрешай Вернее, вылечу Воскрешай, да Кто у тебя? Крестьянка Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Четырнадцать ему Получи четырнадцать баллов Дай мне три На тебе Двадцать Двадцать О, смотри, как у тебя много На У меня уже пять На Ты можешь получить Давай, обменяй с папой Ура Сколько у тебя получилось? Пятьдесят Миш, ты кого взял? Я Вот Крестьянку Три, четыре А у нее глаза закрыты Вдет Шесть Семь, восемь Заснула Девять Десять На тебе две за каждую крестьянку А теперь дай я Двадцать Вот так одну лишнюю взял На тебе десять Лишний? На Вот где все однерки Да, у меня, кстати, тоже есть А нужны, что ли? Раз, два, три И дай две двойки На еще тебе десять Нужны, что ли, однерки? Я могу сдать Вот двушки могу сдать Надо? Ну, поменяй Так, я хожу Слушай, вот его грех упускать Да, у него очень много денег Давай Можно сменить на деньги потом Ты будешь нас нападать, что ли? Ты защитилась Защитилась Крестьянку в больницу Крестьянку в больницу Не защитилась Опять нужно Две Три Раз, два И так, дай все лишнее сдам Три, четыре, пять И клади карточку Четыре лишнее Вот она, видимо Ну, как раз, пока мы до тебя дойдем А у тебя, смотри, совсем нету этих Ходи Нет, нет, нет Лев, Лев, не ты, мама ходишь Сейчас не приходишь Я потом возьму Ходи, я, надеюсь, до этого взял три очка А мне нечего Я могу только бесплатную взять У меня тут уже нет денег Вот, бабусю О, бабусю уже забрали Бабусю? Отживляй Ну, сейчас, подожди Раз, два, три, четыре, пять На Попробуем сейчас поставить Ты что там расхашивался? Так, я хожу От горя Мне нужен трактирщик Бесплатный Бесплатный трактирщик всем нужен Четыре за него Все, у кого есть пивовары, по три У меня есть пивовары У меня вообще три У него вообще три пивовара Но это неважно, сынок Подожди, подожди, подожди Слишком много Три Теперь я одного лишнего сдаю Вот, все И беру еще два Нет, нет, шесть карт Теперь меняю Нет, вот так Шесть карт, Левочка Ходи Неправильно это все Неправильно все Неправильно А потом будем еще снимать И мою только Да, твои Ты у нас сам Лева у нас уже придумывает игры Ты сам придумываешь игры Я взяла бесплатного трактирщика Да, мы еще не снимали древний знак Так, раз, два, три, четыре, пять Так, все, у кого есть пивовары По На А ты давно за него четыре? Да А где они? На И я Только ты объясни всем, что это этот древний знак Который ты сам придумал Да, этот Лева сам придумал Кто ходил сейчас? Ты? Я только что ходила Левочка, твой ход Мне кажется, вы вдвоем ходите и меня пропускайте, нет? Ну только я там буду говорить, ладно? Да, ты будешь самым главным Да, точно я дал тебе Четыре, да? Вот я на войну А кого ты взял? На войну? На войну собрался, Левочка Миша, крестьянку Я защитился, ты защитился Теперь тебе три очка за войну Поменяй ему, пожалуйста, у него очень много Лев, давай, сменим чуть-чуть Миша, ходи Я хочу столько Я хочу много, чтобы у меня было мало Сравни я не обидеться Ты тоже на войну пошел? Ты не обидишься? Давай, посчитаем Да, все Да, сейчас я посчитаю Кроме два Давай пивовар в больницу Пивовар у меня забрали? Нет Вот тут на двадцать Лев накопил У меня вот Десеточка На месте, девочка Это Миша, что ли, войной пошел? Нет, ты на меня лех напал А у меня защиты не было У бабусечки уже нет этого Раз, два, три Вот бабусечка Ты забираешь ее, что ли? Четыре Да Ну, папа будет лечиться, Лев А нам с тобой ничего не достанется Подожди Ну, я могу же еще Ты передумал? Зачем? Могу еще две Я вот так сделаю Я получу двадцать очков Ого И четыре человека Я богач Ты богач? Четыре Хари Кто у меня там? Раз, два, три Четыре, пять Давайте я возьму трактирщика Наверное, ты единственная Кого могу взять Ну-ка, Миша, дай свои Раз, два, три Четыре, пять Я беру трактирщик Мне за него полагается четыре Трактирщика полагается тебе не четыре А восемь А восемь? Ты назад забрал? Не восемь Не восемь, а двенадцать Двенадцать Пятнадцать Папа, пятнадцать Это ноль? Пятнадцать Держи Пять Нет, пять ноль Это пятьдесят Три Я поменяла тебе Я поменяюсь на пять Лев, смотри Ты дотянешься до бабули? Нет Ну, конечно Ну, попробуй Я вот эту снаю Ну, возьми, конечно Раз хочешь Опять я поменяю Кто это? Его пивовар Чтобы не было Шесть На три Четыре И все Три Вот так, только три Мне надо Вот я тебе дал за пивовара Теперь все, у кого крестьянки По два Я получаю Это Миша И ты У меня нет крестьянок И еще четыре за эти Слева у меня У меня нет крестьянки Нет, у крестьянки Она лечится пока ушла Миша, ходи Мне нужно следующую бабку Хватай Вот три И все И все Если успеешь Да, беру защиту Это два очка За каждого воина Защитника И трактивера Раз, два, три, четыре, пять Десять На, десять Подожди, Лев Я хожу Подожди, Левочка Пока не ты Еще Пока папа Да Потом я Пап, не бери бабку Ешку Раз, два, три Не взял Двадцать пять Папа все копит Смотри, каким путем пошел папа Он все копит И копит Виолетовых Пять Три Два лишних брать не буду Вот два лишних очка Антон, мне кажется Нужно двоечки поменять Вот мои двоечки У меня больше нет Моя есть Очень много У меня есть двоечки Вот я могу Пятьдесят поменять Две пятьдесят Могу поменять На одну соточку Сокровища Я заработал Посчитай у него Да Я все дам Все дашь Могу взять Главное Не до чего Не нужно Не до чего Вот сюда Смотрите Я забираю А до чего Аж потеряла одного человека Как забирала Это ко мне Это богатство твое Ставлю пивовары На, у тебя не хватило на две Это трактирщик У меня каждая дает четыре Шестнадцать, пожалуйста Выделите мне Шестнадцать На Теперь все, у кого есть пивовары По три очка На, три Три У меня есть Три Ты взяла Ты взяла три На Все, отлично Кто ходит? Лев? Да, вот теперь Лев Он высидел Лев ходит Ведьму высидел Это последний ход Раз, два, три Четыре, пять, шесть Семь, восемь, девять Десять, одиннадцать Да, это двенадцатый На Нет, это с предыдущей карты Это я две? Верхнюю Верхнюю Одну только Только одну Ты вылечил пивовары Нет, ты можешь положить ее крестьянкой, если хочешь Хочешь, положи крестьянкой Тогда у тебя будет больше Да, клади вот так Умница Когда вы исцеляете карту Вы можете любой стороной ее положить Теперь считаем Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Не-не-не, дай-дай-дай Не двоечка А вот так вот Алло, ведьму брал? Да На, восемнадцать Он исцелил Ты получаешь два очка за каждую ведьму Каждую пивовару И каждую, этот, восемнадцать Миша, ходи Я? Все, мы сейчас заканчиваем? На ком? На мне заканчивай Я больше не сделаю Нет Придется их убрать Ладно, подай Миша под конец решил всех Убить? Не хватило мипов просто Вот так лечили, лечили эту крестьянку Давай лишнее, на Один Три за каждого воина Два, три, четыре Шестнадцать, держи Три за каждого воина У меня четыре Не шестнадцать А двенадцать Миша, не мешай Че? Миша говорит, не мешай Он вот так Сумешает Это было Внизу у него Надещеточка Я просто задумался У меня же последний ход Игра завершается А мне надо сделать У тебя уже сто Мне надо по максимуму Из финального этого Давай посчитаем вот этим Смотрите, я делаю Раз Два Три Смотри внимательно Беру ведьму Оживляю своего ведьму Вот сюда Пивовара И теперь получаю Шесть очков Пивов Двадцать Вот у тебя, Лёвочка была Всё Последний ход мой сделан Теперь делаем следующее Во-первых Всё, что у вас в лазарете Мы убираем из игры И получаем штрафные очки Вернее, один Платим вот один Лев, ты два Платишь за двух своих Ну вот он может отдать Я могу Нет, подожди Вот, да Ты можешь сейчас Он тебе десятку отдаст А дай ему восемь Знаешь Ты Сколько у меня Вот так считается Два Нет, вот так Ну два На, тоже два На, даю тебе два На, тоже два Смотри, Лёвочка На Теперь Забирай соску Соску Теперь мы получаем Очки за разнообразие Считаем, сколько у нас Ну, жителей Раз, два, три Раз, два, три, четыре, пять, шесть Сколько видов подданных Вот У меня шесть, два У меня семь И получаем Три, четыре, пять И получаем очки равные квадрату этих подданных То есть шесть подданных Это Тридцать шесть Лев пять подданных Шесть видов подданных Получается Пять видов подданных Двадцать пять Миша Ты всех семь Каждого набрал, да? Это сорок Дай единичку На, ты На, ты вот так Пятьдесят Сейчас всё-таки В принципе Сто будет у всех, да? А, два, три, четыре, пять, шесть Я получаю тридцать шесть Тоже как я Соточка, соточка И я Да Теперь мы получаем Очки Следующие За Ну, у кого больше Берём каждое здание Отдельно Мельница У кого больше крестьян Одна с мамой одинаковая У меня ноль У меня тоже ноль Внизу показано Сколько победных очков Получает лидер Но поскольку их два Они оба получают По десять У кого больше пивоваров У меня три Три у Лёвочки Одиннадцать очков За пивовара Держи, твоё У кого больше ведьм У меня четыре На, тебе за ведьм У кого больше Два Сторожевых Тринадцать Это тебе У кого больше воинов Это Миша У меня один У кого больше трактирщиков У меня четыре Это ты Это пятнадцать тебе Уже заканчивается И у кого больше королев Это я Это мне шестнадцать Сейчас я разменяю Четыре Пять Получаю десять И мне шестнадцать Вот, а теперь считаем Всё наше богатство Всё, да? На этом остановились Сто пятьдесят Три Да, Миша А можно на стопы? На Сто Ты мне червончик не дал Я положил Не взял Или взял? У меня двадцать десять Попробуй Двадцать десять Тридцать называется Да Тридцать Подожди, давай считать Десять Десять Сто семьдесят Сорок Сто семьдесят Три Раз, два, три, четыре, пять Пять Пятьдесят Пятьдесят Подожди, подожди, нет Пятьдесят Сто пятьдесят Сто пятьдесят Раз, два, три, четыре, пять Сто шестьдесят Шесть у тебя, Лев У меня сто восемьдесят Два Ого А у тебя? У меня или сто шестьдесят Три или сто семьдесят Три, меня Миша отвлек И я или не взял Или дважды взял У меня сто семьдесят Три Перешли за Миши Пересчитать? Да, давай на всякий случай Раз, два, три, четыре Пять Пять, шесть, семь Сто семьдесят Сто восемьдесят Ну Сто восемьдесят Теперь уже не важно Сто семьдесят Три у тебя Сто шестьдесят Три Миша выиграл в любом случае Победил Всех У меня сто семьдесят Своим Мам, покажи, у тебя две смоточки. Нет, одна. Так, надеюсь, вам, дорогие зрители, данная партия понравилась так же, как и нам. Сама игра, видно, что она это просто буйство красок выглядит очень красочно. Мне нравится, как она оформлена. У неё несложные правила, интересная механика с взятием подданных и взаимодействием. Если вам покажется, например, не очень интересным или лёгким сами свойства и как они взаимодействуют, карты представлены в двух вариантах. Есть карта сторона А и есть сторона Б. Здесь свойства работают по-другому и игра сама играется по-другому. Здесь уже надо будет строить немного другие стратегии. Только, естественно, все карты нужно, чтобы лежали стороной Б. А ведьма! То есть, например, на стороне Б ведьма исцеляет верхнюю карту, но просто даёт три очка за каждую карту. А на стороне А она даёт два очка за каждую. За комбинацию. И так далее. Например, пивовар приносит вам мипла только если у вас есть крестьянка. Если крестьянки нет, не приносит мипла. А очки приносит только если у вас есть трактир и королева. Иначе ничего не приносит. То есть, здесь приходится делать более изощрённые комбинации. А что значит вот это? Если вы вдруг что-то забыли или не помните, есть памятка в игре. Вообще, инфографика очень легко читаема. Но все эти памятки есть. Например, активируй трактир. Сначала проверьте, каких персонажей в вашем королевстве больше. Вот здесь знак больше стоит. Вы получаете два очка за каждого персонажа этого типа. При этом вы получаете эту сумму очков за каждого трактирщика в вашем королевстве. То есть, немного усложнённый подсчёт. Если у вас пять трактирщиков, вы получаете. Получается, каких персонажей больше. И так далее. Не будем вдаваться в математику. И самое главное, что мне ещё в этом игре нравится, что она хорошо подходит для семейных игр. У нас он даже пятилетний ребёнок с удовольствием играет. Всё. Надеюсь, что данное видео было интересно. На сегодня всем спасибо за просмотр. Всем пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok